Мур, привет друг, это Зверько. Все времени не хватало оформить гайд в слова и записать. И вот это время настало. Гайд на реворкнутого Заска. При выходе героя я побывал на восьмом месте мира, но не было времени на игры, чтобы держаться там долго. И противники поняли, как против него играть. Теперь же переработали навыки. Давай пробежимся по ним. Пассивка. Самоподрыв себя и порождение. Урон чистый, но крайне слабый. Наверное, самая бесполезная пассивка в игре. Первый навык. Порождение. А если коротко, то Индюк. Я и мой Индюк. А! После двух выстрелов совершает очередь, которая раньше глушила противника, а теперь только замедляет. На четвертом уровне Индюк получает 100% показателей Заска. Максим в первую очередь. Второй навык. Молния. Если Индюк призван, он выстреливает молнией в ту же цель, что и Заск. Одновременно. Раньше он делал это на секунду позже. И вот эта молния теперь оглушает врагов. Да еще и нескольких, поскольку бьет сквозь них. Но оглушают только те цели, в кого попал и Заск, и его порождение. Можно оглушать цель дважды. Но об этом в тактике. Третий навык. Тупо очередь минами. При сборке в скорость они наносят мало урона. Основная польза это замедление 80%. А если играть через магию, то урона конечно больше. Но попасть ими проблематично. И анимация навыка долгая. Ульта. Вот она претерпела основные изменения. Если Индюк призван, он превращается в супер Индюка с Заском внутри. Индюк получает буст хп. А Заск теперь может сделать 4 вещи. Выпрыгнуть из порождения. При нажатии ульты повторно. Третий навык. Раскидать аж веер мин. Которые вблизи противнику нанесут колоссальный урон. Второй навык. Выстрелить молнией. Да, теперь она одна и урона меньше. Но она гораздо дальше работает и оглушает. Либо при нажатии первым навыком переставить порождение 1 раз. Благодаря этому набору можно легко свалить от противника. Кроме того, если ты нажмешь ульту без активного индюшонка, то Заск сам превратится в ульту и будет отстреливаться. Это отличный сейв. А вот минус реворка. Внутри индюка нельзя теперь использовать дополнительные навыки вроде вдохновения, щита и прочего. Поэтому я беру навыки для побега. Это спринт или вспышка. Хотя, если видишь достаточно контроля, бери очищение. Из эмблем берем эмблемы мага со скидкой в магазине. Плюс ускорение передвижения. Двигаем от сборки к тактике и приемам. Мне до сих пор нравится сборка на скорострельность. Поскольку, поставив все на магию, большой шанс, что противник будет обходить опасное место. И при установленном порождении тут же отпрыгнет, не успев получить достойного урона. Со сборкой на скорострельность облегчается фарм. Высший шанс замедлить врага и нанести ему еще больше урона. Минусы. Молния бьет слабее. А мины работают в основном как замедление. Если играть через магию, то молния и мины соответственно сильнее. Но мне комфортнее так. Поэтому держите. Обувь демона. Мана нужна как воздух. Это теперь оглушение за счет молнии. Райское перо. Увеличит скорость атаки. Сразу мимолетное время. Поскольку наша ульта это теперь не только урон, но и сильный сейф. Говорящий с ветром. Добавит кучу скорострельности. Можно заменять по надобности на антихилл. Смертельный клинок. Наверное буду говорить в каждом билде, что можно заменять на антихилл. А то люди даже на мификах порой не представляют. За место чего брать антихилл. Как так антихилл? У меня в билде нет антихилла. Священный кристалл. Для увеличения урона. Божественный меч. Для тех же целей. Сейчас все кто не попадя бегают с щитом афины. Ииии тактика. Теперь заском можно стоять хоть на меду. Но в этом случае порой надо брать очищение. Играешь не наглее до четвертого. А потом уже можно и поактивнее. Но комфортнее заском стоять в паре с грамотным союзником. Который понимает, что заск это отличное прикрытие. И выигрыш лайна по пушу гарантирован. А мид оставить игроку, который не умеет играть в других направлениях. Кроме того, не забывай, что порождение заска считается за героя. Поэтому он может схватывать ульту Харли, крюк Франка, стан Силены. То есть ты можешь его вызывать и блокировать чужие навыки. Подставляя индюшонка вместо себя или союзника. Начнем с фарма. Заск может фармить лес не показывая самому. А вызывая порождение через препятствие. Я покажу некоторые моменты и варианты. Для общего понятия как это делается. Главное условие, чтобы порождение атаковало первым. Тогда моб сагрится на него, а не на заска. Благодаря новой ульте, отход стал очень вариативным. Можно поставить за препятствие порождение, вселиться в него, переставить его же и самому выпрыгнуть. Это как три прыжка. В случае неожиданного ганга, теперь можно самому превратиться в ульту и шибанув молнией попытаться ускакать, переставив индюка и выпрыгнув из него. Кроме того, молния ульты бьет несколько дальше, чем атакует порождение. И на данный момент противник к такому повороту не привык. И ты можешь пользоваться этим в бою. Также отход можно прикрывать минами, как свой отход, так и союзников. Чтобы применить двойное оглушение, тебе надо поставить порождение, прожать молнию, войти в ульту и прожать молнию еще раз. Опа, вот и двойной стан. Вообще, Заск открыт для фантазии и предугадывания действий противника. Если удастся влить все навыки в одну цель, куча урона и довольно высокий ДПМ. Урон в минуту. Чтобы привыкнуть к игре за Заска, понадобится немало боев, ведь он крайне неординарен. Ну а на этом все. Если видео тебе понравилось, поделись им с друзьями, подпишись на канал и поставь свою чудесную лапку. Удачи, друг! Субтитры сделал DimaTorzok